Мы с вами собираемся сегодня поговорить, начать тему про продажи B2B клиентам, серию из трех вебинаров. На первом вебинаре мы поговорим о том, где искать клиентов, как вычислять нужные нам организации, нужных людей внутри этой организации, какие есть методики и каким образом начать знакомство с этими людьми. На втором вебинаре мы поговорим о том, как разговаривать и поддерживать общение с теми, кто круче тебя, так называемый маркетинг влиятельных, когда вы приходите со своим предложением к человеку, у которого есть деньги, и как сделать так, чтобы работать с ним не из подчиненной позиции, не из слабой, а хотя бы из равных позиций. И на третьем вебинаре мы с вами разберем, как удерживать отношения в длинных продажах, потому что когда мы приходим к корпоративному клиенту, он сразу не готов купить, у него есть какой-то длинный цикл согласования сделки, и вот пока сделка согласовывается, или пока он переключается от своего существующего поставщика на вас, нужно поддерживать с ним отношения, и что сделать, чтобы корпоративного клиента не достать своими напоминаниями о том, что неплохо было бы продолжить разговор именно с вами. Ну что ж, маленький технический момент, я сейчас включу демонстрацию своего экрана. Сегодня разговариваем о первой части. Как найти того самого B2B клиента и выйти на контакт с нужными лицами. Олег меня уже вкратце представил. В целом, что интересно в разрезе сегодняшнего вебинара или сегодняшней темы. Я с 2000 года занимаюсь продажами только корпоративным клиентам. В моем бизнесе всегда были клиенты из крупных корпораций, из разных компаний. И интересным будет сегодня как раз то, что я расскажу про опыт, который я приобрел, начиная из маленького городка с численностью 100 тысяч человек, где я начинал в должности руководителя отдела маркетинга и типографии продавать услуги типографские различным промышленным предприятиям. И как я дошел до жизни такой, когда я сейчас управляю проектами и продаю свои услуги и услуги своей компании международным организациям, крупнейшим компаниям, лидерам рынка. По-моему, есть что рассказать, и вам будет интересно. Если захотите познакомиться со мной поближе, вот здесь есть QR-код. По QR-коду кликните телефоном, получите мою визитку прямо в свою телефонную книжку. Поехали дальше. Я сейчас не буду тратить сильно время для того, чтобы рассказывать еще про все свои достижения. Есть несколько слайдов, которые говорят о том, с кем я работаю, что я делаю, что я организовал. Захотите посмотреть презентацию, когда ее полистаете, все это прочитаете. Для того, чтобы получить презентацию, достаточно отправить письмо на адрес andreysobaka.metun.ru с темой сегодняшнего вебинара, или просто кликнуть телефоном по этому QR-коду. Телефон сам сформирует письмо и отправит мне заявку. Если сейчас не успеете сделать, в конце презентации будет еще раз этот же слайд. Посчитаете нужным, отправите заявку. Прежде чем начинать, важный момент. Сегодня я буду рассказывать много самых разных кейсов, самых разных примеров. Но это все информация, которую я пережил. Для того, чтобы эта информация превратилась в знание для вас, для того, чтобы это стало данными, которые вы можете использовать, у вас сначала должны быть записаны вопросы. Этому правилу меня научил тренер по скорочтению, который мне сказал, не начинай ознакомиться ни с одним источником информации, если у тебя нет записанных вопросов к этому самому источнику. Поэтому давайте сейчас возьмем небольшой тайм-аут на 30 минут, 1 минуту, чтобы вы записали один или несколько вопросов, на которые вы хотите найти ответ через час. Я помолчу, а вы сделайте шаг, чтобы информация превратилась в знание. ...которые находятся в голове, плохо работают, потому что наше внимание постоянно отвлекается не только на то, что говорит спикер, но и на то, что мы думаем о своем личном опыте, о своих собственных знаниях. Когда появляются вопросы, появляется мостик между моей информацией и вашим предыдущим опытом. И тогда на стыке этих двух баз знаний появляются новые инсайты, новые открытия или новые задачи, которые вы будете решать, то, что вы считаете важным. Дальше. Сегодня будем говорить. Иногда будут возникать моменты. Да, мы это и так делаем, это мне и так известно. Прежде чем решить, что вы действительно это делаете, и сказать, что да, это моя практика, проверьте любое такое утверждение по пяти вопросам. Если у меня в регламентах или в инструкциях это, где-то у меня это записано, что я это делаю, если я знаю, как я обучаю своих людей это делать или как я сам учусь это делать, кто внутри компании отвечает, чтобы это делали все ответственные, на кого возложена эта обязанность, как я, как руководитель, буду проверять, что все делается и как я буду реагировать, если я выясню, что эти действия не делаются. До тех пор, пока у меня нет утвердительных ответов на все эти вопросы, я не могу сказать, что это делается в моей организации. Итак, лекции. Первое, что хотелось бы сказать, так как мы находимся сейчас в кризисном времени, это та особенность, которая свалилась на нас сейчас. И я посмотрел типовые рекомендации, которые собрали компании за последние, за кризисы последних 70 лет. В основном компаниям рекомендуется одно и то же. Стать более человечным, постоянно сообщать о тех изменениях, которые происходят внутри компании, обеспечивать стабильность своего качества или стабильность своего предложения, выполнять те обещания, которые мы даем, полностью обновить свое предложение, чтобы оно соответствовало потребностям клиента и работать с прицелом на будущее, не пытаться извлечь всеиминутную выгоду, а собрать свои силы и начинать пахать, глядя на свою дальнюю цель. Но самое интересное, что для малого и среднего бизнеса эти рекомендации справедливы всегда, не только во время кризиса. Мы все время должны быть человечными, мы все время должны сообщать клиенту о безменениях и все остальное, что здесь перечислено. Подумайте о том, каким образом вы можете переложить это на ваши B2B-продажи сейчас. Как вы можете общаться со своими B2B-клиентами более человечно? Как вы можете им сообщать о том, что происходит внутри вашей компании? Как изменяются ваши продажи? Как вы реагируете на происходящее событие? Что изменится в вашем ассортименте? Как вы будете в своих продажах выполнять свои обещания, соблюдать те сроки, которые вы на себя взяли? Вовремя отправлять те документы, которые вы пообещали отправить? Как вы интересуетесь запросами своих клиентов? Как вы снимаете с них данные? Каким образом вы их интервьюируете? Каким образом вы их брифуете? Для того, чтобы ваше предложение соответствовало тому, тем условиям, в которых находятся ваши клиенты. И каким образом вы сейчас не пытаетесь закрыть сделку, привлечь клиента к заключению договора вот в ближайшее самое время, спокойно, вдумчиво работаете над тем, чтобы через некоторое время клиент вам заплатил? Вот эти принципы приложите на себя, и будете работать в соответствии с ними в B2B-продажах, вам будет гораздо проще. Поехали дальше. Как находить те самые компании, к которым можно приходить? В корпоративном бизнесе это достаточно просто. Существует масса самых разных справочников, справочников, в которых мы можем выяснить компании, к которым мы можем что-то продать. Это гораздо легче, чем продавать частным клиентам, потому что все частные клиенты нигде не переписаны, а вот бизнес-аудитория, она переписана в самых разных ресурсах. Вот только вот бери и находи. Честно говоря, я даже не понимаю иногда вопрос, как найти B2B-клиента. Да вот все данные перед тобой как-то на ладони лежат. Можешь брать бесплатные справочники типа 2GIS, можешь брать платные справочники типа Contour, Роспрофиля, и задавая различные параметры, выкачивать себе нужные базы данных. Можешь смотреть по участникам выставок, какие компании активно продвигаются или какие компании активно позиционируют себя в какой-то отрасли или появляются. Те, кто зарегистрировались в каких-то рейтингах, те, кто входят в какие-то ассоциации. То есть просто бери, скачивай и смотри. И даже не проблема в том, чтобы получить эти данные. Проблема в том, чтобы это отсеять. И вот тут начинается первый подводный камень. Когда мы берем огромную базу и пытаемся по ней прозванивать, мы начинаем тратить силы зря не на тех клиентов. Но мы можем в платных справочниках задавать критерии отбора в зависимости от того, что вам нужно по выручке, по отрасли, по наличию сайта, по специализации на сайте компании, которая написана. И тем самым просеивать вот эту вот выборку или определять критерии выборки, которые вы получите из платной базы, из платной или бесплатной базы данных. Кроме того, есть еще один источник, это как найти клиента, который нужен именно вам. Это объявленные тендеры. Я понимаю, что для участия в тендерах нужны особенные ресурсы, что для того, чтобы подготовить заявку, для того, чтобы иногда подготовить документы, нужно потратить силы и выделить иногда отдельного человека, который будет контролировать все эти выгрузки по заявкам тендеров и готовить документацию. Но если вы это поставите на поток, то у вас со временем сформируется весь нужный пакет документов, в котором вы достаточно быстро будете менять какие-то критерии и подаваться на конкурс. Подаваться на конкурсы не с целью, чтобы прямо сейчас выиграть. Помните, мы говорили про работу вдолгую. И когда мы вспоминаем про введение тендеров, одно из первых возражений, которое мы слышим, это тендеры под кого-то написаны. Тендер был уже сделан для того, чтобы кто-то в нем победил. А все остальные участники – это только так, для проформы, для обеспечения кворума или легитимности этого самого тендера. Помните, мы говорили о том, что мы работаем вдолгую. Мы заходим в тендер, мы выясняем ответственного, кто объявлял этот тендер, и у нас появляются данные компании с конкретной потребностью и с конкретным человеком, который этот тендер заявлял и который эти закупки делал. И у вас до следующего тендера появляется возможность, каким образом его подогреть – это то, о чем мы будем разговаривать на третьем вебинаре – и о том, как с ним познакомиться, о том, как с ним наладить отношения, об этом мы будем говорить во втором вебинаре. Поэтому заявляемся, участвуем, получаем контакты, даже если вы не стараетесь выиграть. Если вы это поставите на поток, если вы отладите систему, вы сможете участвовать в достаточно большом количестве тендеров. Не всегда даже нужно вам будет вносить какую-то оплату для участия в тендере или какой-то залог для участия в тендере, потому что вы же не для победы. Вы заявились, вы получили контакты, теперь вы можете уже разговаривать с этим человеком. Как расставлять приоритеты в этой выгрузке? Вот перед нами есть большой список клиентов, в которых нам нужно сейчас выяснять ответственных, готовить коммерческие предложения, готовить какие-то спецпредложения или готовить какие-то проекты или презентации своего бизнеса или своего проекта. Давайте разбираться. Когда компаний много, мы находимся в состоянии героини этого фильма. Вокруг много кандидатов, на кого из них положить глаз. Но если мы просто начинаем перебирать всех подряд, сил и наших менеджеров не хватит. Как выбрать нужного клиента, дает ответ Вирджиния Абгар. Если вы не сталкивались с этой замечательной женщиной, то я расскажу про нее чуть подробнее. Вирджиния Абгар в 50-е годы прошлого века придумала шкалу, по которой любая медсестра без специальной подготовки профессиональной могла быстро оценить состояние новорожденного младенца и решить, стоит звать профессионального врача, чтобы оказывать неотложную помощь этому младенцу, или можно его отложить в стороночку, пусть полежит, врач дойдет, с ним ничего за это время не случится. Пока этой шкалы не было, врачи не успевали приходить ко всем. Они обходили всех по очереди, соответственно, часть младенцев не дожидалась неотложной помощи. Когда эта шкала появилась, врачи стали приходить персонально к тем, кто требовал их внимания. И точно так же вы сможете переложить шкалу Абгар на ранжирование корпоративных клиентов для того, чтобы решить, кому идти в первую очередь, а кто может подождать, на кого вы пока просто зря потратите время. Каким образом это работает? В шкале Абгар существует несколько признаков, 5, и оценка от 0 до 2 баллов. Вы можете визуально быстро оценить этого младенца и поставить ему какие-то оценки. И если количество баллов меньше определенного, скорее туда бежать. Если количество больше определенного, можно оставить. С бизнесом то же самое. Как мы ранжировали клиентов при выборе того, на кого выходить в первую очередь. То есть мы смотрели компания, какая у нее рекламная активность есть или нет, какие у нее потребители, какая товарная категория, какой владелец географии бизнеса и где находится в управлении компанией. В данном случае была шкала Абгар наоборот. Чем больше баллов, тем выше приоритет клиента. К тому и нужно бежать в первую очередь. И мы еще делали стоп-фактор. Если какой-то критерий соответствовал стоп-фактору, мы в эту компанию вообще не лезли и вообще не тратили на нее время, убирали в сторону. Какие они у нас могут быть? Вот, например, мы их расставили. Очевидная активность рекламная, какие-то прямые акции, только сайт. Если, например, компания является владельцем, в компании владелец государственной или национальной корпорации, мы туда даже не лезли. Если компания находится в соседнем, если управление компанией в соседнем регионе, то мы понимаем, что им проще работать с местным участником рынка. И так далее. То есть вот эта вот шкала, по которой менеджеры могли быстро оценить класс или привлекательность клиента. И когда вы уже сделали выгрузку, в этой выгрузке у вас, например, тысяча организаций, эту тысячу организаций вы быстро отранжировали, и у вас появился список из первой сотни тех, с кем нужно разговаривать в первую очередь. Вы для своего бизнеса можете выбирать самые разные показатели для скоринга. Важно одно, чтобы любой из этих показателей можно было оценить на вскидку без проведения какой-то глубокой аналитической работы. Где находится бизнес? Есть ли какая-то внутренняя информация об этом бизнесе? Участвует ли этот бизнес в какой-то выставке или в какой-то конференции? Ищет ли он каких-то специалистов на Headhunter и так далее? То есть вы посмотрели, оценили, поставили оценку, и компания приобрела место в вашем списке, в вашем ранжировании. Но не забудьте, что клиент точно так же находится в позиции выбора. Он по каким-то критериям сравнивает вас с конкурентами. Вы можете сделать такую же шкалу Абгар для своего клиента. Когда вы будете защищать себя, когда дело дойдет до того, что вы отвечаете на вопрос «А чем вы лучше других?», тогда вы вынесете, достанете из рукава этот козырь, покажете его и скажете «Вот давайте сравним, чем наше предложение, а лучше конкурентных». И вы сделаете за клиента его работу. Вы поможете ему обосновать свое решение. Итак, поехали дальше. Первое задание, которое вам нужно будет сделать, это составить критерии оценки своих клиентов. Поехали дальше. Ну вот, нашли мы эту самую организацию. Пришли к ней. В этой компании сейчас нужно искать нужного человека, с кем разговаривать. С корпоративными клиентами понятная сложность. контактные данные нужных людей нигде не публикуются. С кем разговаривать, кому слать предложение, с кем выстраивать контакт, это ваша работа. Давайте смотреть, что мы можем сделать. Во-первых, нужно подготовиться к поиску. Первая большая проблема, которую мы упускаем, это то, что у нас нет нормальной базы данных, в которой мы собираем ту самую информацию о потенциальных клиентах. Мы начинаем звонить, что нам в сети попадется, то мы типа и сохраним. Так нельзя. Помните, с чего мы начинали сегодняшний вебинар? Запишите вопросы, на которые вы хотите найти ответ. Когда вы начинаете выходить на своего корпоративного клиента или начинаете поиск корпоративного клиента, у вас должен быть список показателей, которые вы хотите выяснить. что вы хотите найти, кроме должности и номера телефона, что вам поможет продавать, вы должны знать, что вы вообще хотите знать о клиенте. Если мы этого не делаем, то все, что мы узнаем в процессе телефонных звонков, в процессе нашего мониторинга, это вот такая куча одежды, в которой ничего невозможно найти. И тогда мы сами себя лишаем возможности классифицировать наших клиентов, тогда мы сами себя лишаем возможности строить с ними индивидуальную работу, мы не знаем или не можем строить нужные нам напоминания, когда происходит какое-то событие в жизни этого клиента, повторяющиеся, или когда происходит какой-то факт, или когда вы можете использовать какой-то факт. О том, что вы можете использовать, мы будем разговаривать во втором вебинаре, в третьем вебинаре, как разогревать и поддерживать отношения. Давайте дальше. Если мы разберемся, если мы хотим выйти из этой проблемы хаоса информации, тогда нам нужно с данными совершать три действия. В нашей системе выяснения нужных людей должно быть правило регистрации информации, то есть что мы узнаем. Во-вторых, у нас должна быть какая-то система, куда мы это складываем, это может быть ваша CRM-система, это может быть ваша организованная Excel, или это может быть какая-то ваша даже картотека. Пускай так. Главное, чтобы была система. И третье, что у вас должно быть, это понимание того, как вы будете обогащать данное клиенте. С каким способом вы будете узнавать факты о его служебном положении, каким образом вы будете выяснять его личную жизнь, каким образом вы будете выяснять его интересы, каким образом вы будете ввести в вашу коммерческую разведку, которая поможет вам выстраивать отношения с этим человеком. Не стесняйтесь того, что... Не стесняйтесь слова вот этой коммерческая разведка. Если вы ее не будете делать, вы не сможете выстроить отношения с корпоративным клиентом. Вы будете, как все карабинники, вы будете все навязчивыми продавцами, вы сможете разговаривать с клиентом только об одном – о своем коммерческом предложении. Люди хотят разговаривать о том, что интересно им. И для того, чтобы вам такой разговор поддерживать, их интересы знать нужно. Не будете знать, разговаривать не о чем. Вы должны коллекционировать, завести для себя правила. Узнал факт? Сохрани. Я вам даю еще одно упражнение, которое вы можете начинать практиковать с сегодняшнего дня. У каждого в телефонной книжке есть раздел «Заметки». Пожалуйста, после каждого разговора с любым новым человеком, неважно кто это – родственник, коллега, друг, знакомый – сохраните у себя в телефонной книжке факт, который вы узнали о нем. Вы поговорили, и он вам вдруг рассказал про свои интересы, каким спортом он занимался в детстве, где он недавно отдыхал, какой фильм он недавно посмотрел, какую книгу он хочет прочитать, какое блюдо его удивило, или какое новое развлечение его в последнее время порадовало. Записывайте, потому что память – штука ненадежная. Все вылетает. И если вы научитесь это делать в повседневности, с любым новым контактом, записывать свои данные, то тогда с корпоративными клиентами у вас это будет происходить легко и непринужденно. Еще один момент в работе. Вам нужно всегда сохранять связанные имена. Если вы узнали каких-то общих знакомых, если вы, например, выходите на корпоративного клиента через секретаря, через другой отдел, или вот то, что мы сегодня еще позже поговорим, как выйти на нужного человека или узнать его, все имена даже людей, не принимающих решения и не влияющих на решения, должны оставаться в вашей базе данных. Потому что имена – это ключ к общению. Как только вы в разговоре с нужным человеком упоминаете, что мне про вас рассказывала Сидорова Елена, мне к вам порекомендовал обратиться Василий Иванович Онищенко, я к вам пришел через Сергея ваш заместитель, мне сказал, что этот вопрос нужно обсудить с вами. Ссылки на конкретные имена включают магию. Если у вас есть общий знакомый, человек гораздо внимательнее вас слушает. До тех пор, пока вы приходите к человеку сам по себе, без союзников, вы враг. Как только вы приходите с союзниками, вы уже как минимум сохраняющий нейтралитет. Вас уже кто-то оценил, вы уже кого-то знаете, у вас есть общие знакомые. И это важно в корпоративных продажах. Сохраняйте все связанные имена. Это вам еще одно упражнение. Если у вас появился входящий звонок, занесите его в телефонную книжку и установите связь какую-то. В телефонной книжке можно устанавливать еще связи родственники, начальник-подчиненный. Можете создать себе связь, просто создать комментарий. Слабая связь. Можете создать комментарий рекомендатель. Можете создать комментарий общий знакомый. И вот этих вот общих знакомых записываете, в книжке составляете. И потом через нужных людей вы всегда сможете найти кого-то еще. Это ваше правило. Поехали дальше. Когда вы это сделаете, вы сможете систематизировать свою базу. Тогда вы сможете всегда найти нужного человека и, как я уже говорил, поставить нужное напоминание на нужное событие или для себя на истечение заданного периода. Вы можете напоминать, что через какое-то время у человека произойдет какой-то праздник, что у человека произойдут какие-то изменения, что три месяца назад закончился тендер. И система вам будет напоминать. Потому что все в голове вы не удержите. У вас должна быть систематизированная база, если вы хотите выстраивать отношения с корпоративными клиентами. Подробнее про работу с базами данных я рассказываю в своей книге «Цифровая трансформация бизнес-отношений», которая сейчас готовится к изданию. И в конце мая уже выйдет электронная версия, а летом планируется выпуск бумажной версии. Если вы хотите оставить предзаказ на эту книгу, пожалуйста, напишите. Можете перейти по ссылке, кликнуть по QR-коду или написать мне письмо. В ответ я отправлю к саммаре этой книги. Которая у вас останется после сегодняшнего вебинара. Это создание карточки клиента. Запишите для себя, что вы хотите знать о вашем корпоративном клиенте. Какие данные вы будете накапливать. Ну и включите в свою повседневность те практические занятия, которые я вам дал. Записывать выявленные факты в телефонную книжку и сохранять все входящие и исходящие вызовы, все новые контакты в своей телефонной книжке. Для того, чтобы потом ссылаться на нужные имена. Дальше. Мы поняли, как искать нужного человека. Можно переходить. Первый уровень поиска – это когда мы ищем этого человека сами. Все, ни к чьей помощи не прибегаем. Вот мы сами начинаем работать с открытыми источниками. Кого в открытых источниках мы можем найти из авторитетов? Ну, во-первых, нужные нам люди светятся в различных публикациях, пишут комментарии, упоминаются в СМИ. Во-вторых, эти люди могут выступать на конференциях. Они входят в различные рейтинги. Они пишут о себе в соцсетях. Они преподают. В общем, важное лицо, до которого вы хотите достучаться, руководитель какой-то компании, руководитель какого-то крупного направления, всегда старается быть на виду. Даже если это закупчик, который прячется. На самом деле, мы, понимая, что люди где-то начинают светиться в каких-то рейтингах, в каких-то конференциях, можем их там легко находить. Когда мне нужно было достучаться до руководителя маркетинга крупных предприятий, я просто открыл топ-100 коммерческих, топ-100 директоров по маркетингу, которые были написаны в журнале РБК, и планомерно начал с ними работать. И я получил имена конкретных людей в конкретных компаниях. Далее. Работа в соцсетях. В соцсетях это не обязательно, когда мы говорим, что человек взял свой аккаунт и в этом аккаунте регулярно что-то пишет. Ну, не так много снабженцев, до которых мы хотим достучаться, что-то пишут о себе в соцсетях. В соцсетях работа несколько иная. Для того, чтобы нам найти нужного человека в компании, нам нужно сначала найти аккаунт этой организации, в социальную сеть этой организации и аккаунт руководителя этой организации. Нам в помощь Sales Navigator, платный сервис в LinkedIn, нам в помощь Facebook, ВКонтакте, все сообщества, нам в помощь налоговая, в которой публикуются фамилии, имена которых указываются руководители и владельцы компаний. Находите их аккаунты, находите сообщество компаний. А что мы делаем дальше? А дальше мы начинаем уже искать нужных людей. Во-первых, в Sales Navigator вы можете найти связи нужных людей внутри компании, которые являются сотрудниками этой компании. В группе социальной сети вы можете найти сотрудников, подписанных на группу этой компании. Многие сотрудники подписаны на своего руководителя, лайкают и комментируют своего руководителя. И вы можете через эти лайки, комментарии находить нужных людей внутри этой организации, его подчиненных. И дальше вы можете находить еще общих знакомых в социальной сети. Помните, мы говорили о том, что нужно упоминать каких-то знакомых при разговоре. Как мы это сделаем, мы поговорим в разделе «Знакомство». А сейчас просто запомнить, что у вас могут быть общие знакомые, которые внутри группы, которые подписаны на руководителя, через которых вы можете выходить и просить знакомства. Итак, вы нашли нужных людей, теперь нужно найти его контакты рабочие. Каким образом это сделать? Вы можете поискать его резюме на HeadHunter, и, возможно, там человек оставил свои контакты. Вы можете поспрашивать у его коллег, которые сейчас не являются привратниками или не являются его защитниками, ну или использовать сервис типа Hunter.io или Snow.io, которые помогают подобрать адреса электронной почты, чтобы написать этому человеку. Второй уровень поиска – это когда вы начинаете спрашивать другого. То есть сначала мы говорили «ищем сами», находим группы, находим людей, находим подписанных, смотрим по справочникам, смотрим по рейтингам. Но когда мы можем спросить другого человека, мы гораздо быстрее можем провести эту работу. Кто нам может помогать? Нам могут помогать журналисты и редактора СМИ. Очень многих из них существуют контакты руководителей компании, у которых они берут интервью, или у ключевых лиц отрасли, которые пытаются опубликоваться в СМИ. Организаторы и другие спикеры конференций различных, у которых есть контакты нужных людей. В учебных программах можно узнавать у преподавателей вузов, у тренеров, у спикеров, которые знают нужных людей или у которых есть эти люди в базе данных. С другими клиентами, которые помогают вам через прямой нетворкинг или работу с претензиями и подсказывают лица своих, контакты своих коллег. В общем, если вы можете быть сами интересным человеком, если вы можете чем-то поделиться с коммуникаторами, то через коммуникаторов вы можете получить связи у нужных людей. Но проблема людей со знакомствами даже не в том, как достучаться до этих людей. Проблема этих людей, как в этом эпизоде фильма «Американцы», там, где он говорит, у меня есть контакты, но я тебе их не дам. Кто ты такой? Подумайте о себе. Что вы можете отдать другому человеку? Мы сфотографировали этот видеоролик, он у нас в звук не идет. Но я думаю, что вы хорошо знаете этот эпизод. Поэтому здесь мы оставляем совет. Будь сам крутым. Покажи, что в тебе есть особенного, ради чего с тобой можно работать. Докажи, что ты не просто пытаешься продавать, что ты решаешь какую-то проблему, что ты каким-то образом развиваешься, что ты делишься какими-то знаниями, делишься знаниями. Для того, чтобы быть крутым, нужно использовать формулу 3D-развития. Она говорит о том, что недостаточно просто принять какое-то решение или найти какое-то решение задачи. Недостаточно сделать и получить результат. Важно еще этим результатом поделиться. И если вы начинаете делиться своим результатом, может быть, у себя на страничке социальной сети, может быть, вы ведете свой собственный блог, может быть, вы пишете какие-то статьи, может быть, вы начинаете вести вебинары, вы начинаете рассказывать про свой опыт, вы начинаете становиться видимым, и вы начинаете становиться крутым в глазах других людей. И вот эти вот журналисты, коммуникаторы, люди со связями начинают понимать, что с вами можно иметь дело, и вам можно отдать контакт нужного человека. Поэтому думайте, как вы станете крутым. Еще один подход к руководителю – это просто самому стать журналистом. Когда вы приходите к клиенту с вопросом, я хочу тебе что-то продать, он говорит, не надо. Когда вы говорите, я хочу у тебя взять экспертное мнение, это совершенно другое. Только, пожалуйста, не нужно здесь обманывать клиента и говорить, я хочу у вас взять интервью или звонить секретарю, я журналист такого-то издания, хочу предложить опубликоваться в нашей колонке. Не надо. Вам нужно действительно интересоваться клиентом. Если вы чем-то делитесь, то, пожалуйста, начните, пытайтесь написать свою статью и возьмите экспертное мнение для этой статьи. Так вы скажете, я сейчас публикую статью вот на такую-то вот тему, мне нужен комментарий эксперта, не хотели бы вы поделиться своим опытом. Вы можете пригласить его в свой блог для того, чтобы там появилась его колонка. Вы можете сказать, я пишу книгу, или действительно писать книгу и предложить дать кейс или свой личный опыт для главы этой самой книги. Вы можете предложить рассказать про свой кейс, потому что вы готовите обзор различных отраслевых решений вот в такой-то вот области, и сейчас вам было бы очень интересно узнать, что он думает на этот счет для того, чтобы войти со своим кейсом в этот обзор. Ну или вы можете сказать, мы не сказать, а вы можете затеять какое-то исследование, для которого вам нужно интервью экспертов. И вы говорите, да, мы сейчас проводим вот такое отраслевое исследование, задача этого исследования вот такая вот. Если вы хотите получить результаты этого исследования, давайте поучаствуем в нем. А когда мы опросим там всех участников, о которых мы планировали, вам будет интересно узнать, что думают остальные. То есть вы сами становитесь журналистами, тогда с вами интереснее общаться. Ну и когда мы ищем других людей, важна сила слабых связей. На новых людей мы выходим через того, кого мы знаем шапочно. Какие слабые связи у нас существуют при поиске корпоративных клиентов? Во-первых, открытые двери внутри компании. То есть да, мы все время говорим, нам бы нужно найти снабженца, нам бы нужно найти руководителя, нам нужно найти человека, который распоряжается бюджетом, нам нужно найти человека, который принимает решения. У этих людей двери закрытые, они находятся за ними и никого туда не пускают. Но внутри компании существуют открытые двери, которые с удовольствием говорят, приходите к нам, и сейчас мы готовы к общению. Это HR, это бухгалтерия, это различные отделы, которые сами общаются с поставщиками, это те, кто ищут людей на рынке, это те, кто ищут новые предложения, а тогда через них вы можете зайти, пообщаться внутри компании и перейти уже на нужного человека или выяснить в разговоре нужного человека. Вы можете сами, как продавец, выйти на продажников, потому что спросить своего, начать разговор с продажниками компании гораздо легче, чем со всеми остальными. Те сами ищут, те сами разговаривают, те сами с радостью отвечают на любой входящий запрос. Поговорите с ними о том, как устроены продажи в их компании, посмотрите, дайте им какие-то советы о том, как работает их сайт, как выглядит их коммерческое предложение. Слово за слово подружитесь и через коммерсантов и продажников, через ваших коллег по цеху можно будет выяснить людей, нужных людей внутри их компании. Ну и когда вы ищете корпоративных клиентов, используйте стратегию НАТО. Стратегия НАТО в отношении Советского Союза звучала следующим образом. Для того, чтобы победить Советский Союз, нужно победить его соседей. Для того, чтобы захватить внимание вашего лица, принимающего решения, вам нужно сделать союзниками тех, кто его окружает. Поэтому общайтесь с его коллегами, общайтесь с его заместителями, общайтесь с теми людьми, которые не принимают решения, но на которых, как помните, я говорил, можно ссылаться, которых можно упоминать в разговоре, которые могут дать вам необходимую информацию о том, что нужно вашему человеку, вашему целевому человеку. Правила выхода на другого человека. Помните, я говорил о том, что всегда, если мы ссылаемся на другого человека, с вами легче общаться. То же самое, например, правило работает при знакомстве через социальную сеть. Даже если вы нашли контакт человека, которого, ну как мы говорили, подписанного на группу, подписанного на руководителя, то не нужно стараться стучать, не нужно торопиться стучаться к нему сразу же. И говорить, алло, я бы хотел с вами поговорить, я вас нашел. Нет. Посмотрите в списке людей, общих знакомых, и если эти общие знакомые есть, попросите вас познакомить. Скажите, что, Сергей, я вот вижу, у вас тут есть Виталий в друзьях, вы его как, хорошо-нехорошо знаете? Если Сергей говорит, ну, даже шапочно знаком, что-то по Фейсбуку только, и пересекались. Ну, давайте, сделайте нам общий чатик, познакомьте нас, пожалуйста. Общий чат, общее знакомство представили друг другу, гораздо проще вести разговор, если вас познакомили, чем разговор, когда вы сами стучитесь к нужному человеку. Знакомьтесь через знакомых. Ну, и здесь совет. Помните, я говорил, будь крутым. Когда вы начинаете писать, вы становитесь интересным для журналистов. Для того, чтобы у вас появлялись общие связи, у вас должен быть очень широкий круг знакомых. Устроите себе плановый нетворкинг, чтобы у вас, чтобы обрасти связями, чтобы обрасти знакомствами. Находите людей из отрасли, находите людей, которые пишут, находите людей, которые комментируют, находите людей, которые интересуются. Общими с вами вопросами. Заходите в сообщество, подписывайтесь на различные рассылки, знакомьтесь с людьми, записывайте их в свою базу данных, и тогда у вас будет появляться возможность через эти слабые связи, которых вы только-только слегка узнали, выйти на нужных людей. Это так и работает. Ну и здесь важно, когда вы начинаете знакомиться через других, это работа руками и тот самый лайк-маркетинг. Но лайк-маркетинг — это не когда вы начинаете лайкать все подряд. Умный, грамотный лайк-маркетинг. Когда вы начинаете читать аккаунты тех людей, с которыми вы хотите выстроить отношения, когда вы начинаете смотреть на их интересы, и вы начинаете не просто ставить лайк какой-то их публикации, вы сразу же заодно пишите комментарий, почему вам это понравилось, почему вы обратили на это внимание, что вас увлекло в ходе его мысли или в его публикации. И тогда вы получаете шанс обратной связи. Тогда вы проявляете внимание к человеку и показываете, что он вам не безразличен, что вы осознанно сделали какое-то действие в его социальной сети. Как общаться с теми, кто круче тебя, как мы сказали, мы поговорим на следующем вебинаре. А пока третий уровень поиска. Когда мы выходим уже через привратника, через стражника. То есть один вариант, когда мы находим человека самостоятельно в социальной сети. Второй вариант, когда мы выходим на человека через общих знакомых, нам его подсказывают, как найти. И третий, когда мы выходим на человека, перед которым стоит стражник, секретарь. И так далее. В интернете очень много написано про то, как пройти секретаря, как его обмануть. Но давайте как первый вопрос. Сначала спроси себя, а к нужному ли человеку ты идешь? Мы часто пытаемся проскочить к нужному нам руководителю, который мы считаем, вот мы сейчас к руководителю придем, и он там все подпишет, все скажет, даст команду своим сотрудникам, для того, чтобы они начали работать вот с этим вот поставщиком. Маловероятно. Маловероятно, что тебе нужно точно сюда. Чаще всего руководители, такие высокие руководители, такие решения не принимают. Мы почему-то считаем, что вот мы сейчас сюда придем, и все родится. И все у нас получится. Подумайте о том, кто какую задачу в компании решает, и у кого какие интересы в этой компании есть личные. Понимаете? Личные интересы. Сейчас мы не говорим об откате. Сейчас мы не говорим о каких-то некорректных формах поведения. Речь сейчас идет о том, что у каждого сотрудника внутри компании есть желание получить премию от руководства, уйти вовремя домой, иметь поменьше головников, не иметь взысканий, не иметь проблем. И когда вы понимаете, за счет чего у него появляется премия, стабильная работа, отсутствие взысканий, тогда вы понимаете, как с ним разговаривать и какие задачи внутри компании он решает. К нам приходила один раз компания, сказала, ребята, нам нужно придумать презентационные материалы по продаже биржевого газа. Этот биржевой газ мы будем продавать главному энергетику. Главный энергетик у нас решает за поставки биржевого газа. Давайте для него все сделаем. И вот они начали стучаться к кому? К этим энергетикам. Но мы с ними посидели, подумали и выяснили, что у энергетика совсем другая проблема. Газ на предприятии уже поставляется, закупки уже все налажены, договоры уже все подписаны. И если сейчас главный энергетик по какой-то причине пойдет к директору с предложением сменить поставщика, у директора к нему возникнет первый вопрос. А что ты имеешь с этого? А почему ты этим заинтересовался? Мало того, главному энергетику неохота менять поставщика. Ну и что, что сейчас у вас дешевле? Ну и что, что компания сэкономит? Ему нужно сейчас будет перенастроить всю свою логику поставок. Ему нужно будет перенастроить логику документа оборота. Ему нужно будет завести нового поставщика, обосновать финансовому директору и директору необходимость этого. Да ну нафиг! И главный энергетик не заинтересован. Вы начинаете искать того, кто заинтересован в том, чтобы за ваше решение получить премию, уйти вовремя, не иметь головников. В данном случае это был директор по развитию и финансовый директор, которые отвечают за экономию предприятия, за то, чтобы компания тратила меньше денег, имела больше прибыли, и тогда они, предлагая руководителю такие решения претендуют на свои премиальные за счет того, что они повысили маржинальность работы компании, эффективность работы компании. Поэтому думайте, кому стучаться. Вашего короля делает свита. Кто является свитой вашего руководителя? Подумайте, кто действительно принимает решение и кому это действительно надо. И возможно, у этой свиты секретаря уже не будет. Но если все-таки надо достучаться до руководителя и надо пройти того самого секретаря. Тут минутку внимания. С секретарем можно иметь два подхода. Можно воевать, можно дружить. Большинство рекомендаций о том, как пройти секретаря, говорят про то, как с секретарем воевать, но не как с ним дружить. Я перечислю те примеры, которые обычно рекомендуются, но я не рекомендую ими пользоваться. Скажу, почему. Ну, когда мы можем там напоры, там я сам руководитель, соедините меня, там говорить свысока. В общем, по метун на проводе соединитесь с директором. Можно обманывать, говорить, что какие-то приглашения хотите сделать. Можно сказать, что я там представитель СМИ. Можно сказать, что мы рассматриваем, мы проводим сейчас какое-то важное исследование. Мы говорим, что там госпрограмма. Конечно же, секретарь все эти шутки знает. Все эти обманы давно уже изучили, но даже если у вас получится, все равно ничего хорошего не выйдет. То есть можно использовать разные китрости, можно использовать обходы, можно говорить, передайте, что звонит помидун, и неважно, кто он такой. Если он такой вот уверенный в себе, то, наверное, с директором уже на короткой ноге. А просто, почему не звонишь директору на сотовой или не пишешь ему лично в WhatsApp, а пытаешься соединиться через секретаря. Даже если у вас получится обмануть, обхитрить, обойти секретаря, то это ничего хорошего не даст. Потому что в корпоративных продажах, во-первых, сделка не заключается с одного контакта, вам нужно будет приходить еще раз, но если вы прорвались к директору через секретаря, то виноват будет он. и большего от него поддержки, даже если вы о чем-то договорились с директором, и теперь вы начинаете выстраивать новые встречи, назначать новые конфколы, назначать новые презентации или новые технические советы, секретарь будет действовать против вас. Вы ее нагнули или его нагнули. И тогда не ждите союзников. Вы сами себе выжгли землю. Ну а если даже вы прорвались и не убедили директора, он сказал, иди лесом, мне твои предложения не нужны, тогда вы себе выжгли поляну для того, чтобы потом какой-то исполнитель, придя к директору, сослался на вас и он сказал, нет, я с этими работать не буду. Секретарь недоволен, директор недоволен, вы сами себе обрубили все. Поэтому важнее с секретарем дружить и включать формулу дружбы. Задавайте вопросы к руководителю, задавайте секретарю вопросы, на которые может ответить руководитель. То есть вы с ним начинаете общаться, сам секретарь ответить не может и возможно он скажет, ну окей, с вами, вам по этому вопросу лучше сможет проконсультировать вот этот человек. Попытайтесь решить задачу, которая стоит перед секретарем. Попытайтесь включить элементы доверительного маркетинга. Все то, о чем мы будем говорить в разогреве лидов на третьей лекции, на третьем вебинаре, все то же самое можно применять и к секретарю, выстраивая с ним отношения и включая формулу дружбы. Что такое формула дружбы, которую придумали агенты ЦРУ, я тоже расскажу на следующих вебинарах. Спрашивайте советы, ну или если уж вы совсем не хотите общаться с секретарем, попробуйте позвонить после шести. Секретарь уже дома, руководитель еще на месте. Может быть и дозвонитесь или трубку возьмет какой-то более активный сотрудник в офисе, который тоже задержался и он не знает, что перед руководителем нужно поставить барьер от новых предложений. Итак, мы нашли компанию, мы нашли нужного человека и даже теперь перед нами открылись двери. Мы заканчиваем сегодня вебинар тем, как правильно представиться для того, чтобы получить шанс на продолжение разговора. К сожалению, многие продавцы представляются как арнии в терминаторе. Мне нужны твои одежды, сапоги и мотоцикл. Мне нужны ваши сделки, мне нужны ваши компании, мне нужны ваши деньги. Но это не работает, деньги не отдают, ресурсами не делятся. Нужно действовать иначе. Вспомните о том, что руководители или при общении директор директору никогда не продает. Директор общается. Старая история о том, как менеджер по продажам уходит в какую-то компанию, проводит презентацию, дает коммерческие предложения, возвращается оттуда, говорит, не надо, не заинтересовало никому директор, директор сказал нет. Директор компании, откуда приехал продавец, берет все те же коммерческие предложения, уезжает разговаривать сам, возражается с подписанным контрактом, ну не с подписанным контрактом, но хотя бы с руководством, что делать дальше, с указаниями, что делать дальше для того, чтобы этот самый контракт заключить. Он отличается от продавца тем, что он с ним разговаривает, что директор с директором разговаривает, он задает ему вопросы, он с ним общается, он ему ничего не продает, у него нет на лбу красной надписи, я хочу тебе продать, мне нужны твои деньги, у него есть вопрос, я хочу тебя узнать, я хочу понять, чем я тебе могу быть полезен. Если вы не продаете, если вы общаетесь, тогда у вас шансы заключить сделку гораздо выше. Что нужно для того, чтобы общаться? Во-первых, понять, с чего вы начинаете разговор. Я очень советую прочитать вам книгу Адама Гранта «Брать или отдавать». Как начинать разговор с того, чтобы отдавать и как позицию отдающего сделать выгодной. В книге Адам Грант рассказывает про то, что люди делятся на три больших группы отдающие, обменивающие и берущие. И он говорит, что внизу лестницы социального успеха обычно находятся отдающие, те, кто делятся. В серединке находятся обменивающие, ты мне, я тебе. Наверху лестницы социального успеха находятся берущие, которые все в дом, все себе, вперед по головам. Так вот, Адам Грант дальше показывает, над берущими на лестнице еще выше снова находятся почему-то отдающие. И чем отличаются отдающие внизу лестницы от отдающих вверху лестницы? Как они ведут себя так, чтобы не быть нищими альтруистами, а как сделать так, чтобы получить выгоду от своей позиции отдающего? Вот эта выгодная позиция отдающего при начале разговора с любым руководителем помогает вам получить контракт. Есть еще одна книга, это моя книга про доверительный маркетинг, называется «Маркетинг по любви». В ней расписываются поводы для коммуникации с клиентом, что вы можете предложить клиенту в виде подарка, что вы можете ему отдать, начиная свой разговор. Если хотите получить эту книгу с моим автографом, то вот пожалуйста QR-код, телефон сформирует письмо и заявку на эту книгу. Как подогревать, ну и в книге еще написано о том, как подогревать отношения, но это тема следующего вебинара, как в длинных сделках сохранять интерес к себе, чтобы клиент вас не забыл. Как правильно представиться, как правильно разговаривать, чтобы клиент заинтересовался тем, что вы делаете? Для этого нужно пробежаться немножко по нейромаркетингу. Как работает мозг человека? Мозг человека это сейф с двумя замками. Мы хотим все что-то положить, мы хотим положить какое-то зерно для принятия решения после нашего разговора, чтобы наш потенциальный клиент задумался, чтобы мы не просто покрындели, а чтобы мы забросили перспективу на будущую сделку. Нам нужно подобрать к этим двум замкам два ключа. Что это за ключи? Один ключ это к системе автопилота нашего мозга, которая обращает внимание на все, что происходит вокруг нас, но решает, что пропустить к пилоту. То есть она видит все, но на обдумывание допускает очень малую часть этой информации, которая происходит в окружающем мире. Нам нужен ключ для автопилота и нам нужен ключ для пилота, чтобы он принял правильное решение. Что это за ключи? В зоне автопилота находится вся наша мотивация, то, что нас захватывает, то, что захватывает наше внимание, и в зоне мотивации для автопилота ключом является эмоциональное обещание. Вы обещаете решить какую-то задачу, вы обещаете избавить от какой-то проблемы, вы обещаете какое-то ощущение, вы обещаете какой-то новый контекст, в котором окажется человек. Если автопилоту это интересно, он говорит, ага, это надо обдумать подробнее, первый ключ открыли, и тогда в зону пилота попадает, пилоту нужен второй ключ, рациональные доказательства. Пилот начинает обдумывать, действительно ли у вас это получится, действительно ли у вас предложение выгодное, действительно ли вы лучше конкурентов, действительно ли его задача будет решена. И если ключ подобран правильно, то пилот говорит, все, хорошо, ты меня убедил, то есть он обратил внимание, после этого можно переходить дальше. Что еще я советую сделать для того, чтобы правильно выстраивать свои предложения, правильно давать обещания в разговоре, правильно давать рациональные доказательства. Поработайте над своим голосом. Разговаривая с человеком, мы недооцениваем то, насколько важен тембр нашего голоса, уверенность нашего голоса, то, насколько четко мы говорим, то, насколько четко мы проговариваем слова. И из-за этого мы на встречах волнуемся, мы начинаем тараторить, мы начинаем торопиться, мы начинаем повышать голос, в общем, мы начинаем допускать все те ошибки, которые нам в дальнейшем мешают, и те ошибки, которые ослабляют наше предложение. Пожалуйста, поработайте с диктофоном для того, чтобы на первой встрече ваш голос работал на вас. Попробуйте произнести ваше предложение и послушать, как вы звучите. Попробуйте услышать свои слова. Вам не понравится то, что вы слышите в записи, но именно так вас слышат другие люди, потому что то, что мы слышим про себя, искажается нашим мозгом, отражается костями и попадает в наши уши, на нашу барабанную переполку двумя путями. Во-первых, мы слышим себя из внешней среды, во-вторых, мы себя слышим изнутри головы, и вот эти два звуковых потока рождают у нас в мозгу совершенно уникальный голос, которого больше не слышит никто. Все вас слышат так, как вы звучите в диктофоне или в телефонной трубке, то, как вы звучите в записи. Поэтому, если вы хотите сделать так, чтобы голос в записи нравился, работайте с диктофоном и начинайте переделывать свою интонацию, начинайте переделывать свою скорость и высоту голоса, начинайте управлять своим голосом. Тогда вы будете гораздо более убедительны на встрече, чем сейчас. Ну и при знакомстве нужно понимать, что ваш подход к клиенту должен быть индивидуальным. То есть вы не должны разговаривать универсально со всеми. Ваши продажи должны основываться на данных о клиенте. Вы должны не просто делать sale, вы должны делать account based sale. Ваше предложение должно быть подобрано под каждую роль. Если вы идете к разным сотрудникам компании, то вы должны рассказывать о своем предложении с точки зрения его интересов. У вас не должно быть универсальной презентации для всех. Если вы продаете техническому директору, то у вас для технического директора одна презентация. Финансовому директору у вас должны быть другие аргументы. Помните про нейромаркетинг? У финансового директора свои мотивы и критерии выбора. У руководителя компании свои мотивы и критерии выбора. У тех директора свои. И вам нужны для каждого из них свои ключи. И эти ключи у вас посмотрите, как это реализовано сейчас в Сбербанке, когда предлагаются обезличенные металлические счета разным группам клиентов. Вот это презентация для молодых людей, которые принимают решение об инвестировании в металлические счета с одной позиции. Вот презентация, которая для людей среднего возраста. И вот презентация для людей старшего возраста. Для каждого из них свои аргументы, почему обезличенный металлический счет для него выгоден. Понятно, что вы не Сбербанк, вы не можете сейчас использовать все эти ресурсы, которые там есть, поэтому вы можете использовать вместо заказной разработки готовую платформу. Называется Selvery, это то, что мы разработали. Платформа, в которой вы можете собрать всю базу данных о своих продуктах, платформа, в которой вы можете собрать все свои ключевые роли клиентов и положить туда и сделать так, чтобы автоматически презентация под каждую роль перестраивалась в зависимости от ее профиля. То есть, вы будете разговаривать с каждым клиентом на его языке с его точки зрения. Еще один способ, каким образом можно обратить на себя внимание, это с корпоративными клиентами писать письма. иногда можно вместо себя оставить открытку. Посмотрите, вокруг много праздников, посмотрите, вы работаете с людьми, которые из советского, например, я понимаю, что работая с корпоративными клиентами, я работаю с людьми из Советского Союза. И для того, чтобы с ним познакомиться, я просто беру, захожу в букманистический магазин, покупаю пачку советских открыток, чистых, делаю поздравления от руки и оставляю у человека. После такого знакомства ни один человек не останется равнодушным. Все отреагируют и скажут, блин, где ты взял эту открытку. Поэтому работайте руками. Хотите удивить человека, напишите ему письмо от руки, напишите ему открытку от руки, если вы не уверены в том, как вы выглядите в его глазах. Ну и как я уже говорил, для того, чтобы знакомиться с человеком, вам нужно быть на виду, чтобы он вас узнал заранее. Если он найдет вас в социальной сети, если он прочитает вашу публикацию, или вы можете сослаться на то, что вы где-то опубликовались, это гораздо проще. Вам гораздо проще будет общаться. Когда я начал вести колонку на Forbes, меня иногда спрашивали, ну и что тебе дала эта самая колонка в Forbes, сколько у тебя клиентов оттуда пришло? сеансов переговоров я мог произнести волшебную фразу. Вы знаете, в своей последней статье на Forbes я писал о... И люди говорили, вау, вы пишете на Forbes, вы там публикуетесь? Да, я публикуюсь на Forbes. И все. И менялась сразу же позиция, поэтому будьте смелее, выходите в открытые источники, публикуйтесь и не бойтесь сделать себя звездой. Например, еще один способ, как постучаться к клиенту мы реализовали с компанией Roscamps. Я сейчас сделаю еще одно переключение, потому что из презентации видео не запустится. Я покажу, как мы выходили на клиентов, на корпоративных клиентов по организации корпоративного детского отдыха. Да, всех достучаться нельзя, по всей стране не поездишь, поэтому мы сделали видеозаписи меня как руководителя компании. Я рассказывал о том, как мы ведем свою деятельность, записывали это все на фоторамку, вот такую. Записывали это все в фоторамку, фоторамку запечатывали в красивый конверт и отправляли видео лично в руки. То есть ее человек открывал, там было 6 видеороликов, он мог запустить. Когда мы начали это делать, я, честно говоря, не поверил, что это, я сомневался, что это сработает, потому что есть YouTube, человеку можно отправить ссылку, возьми да посмотри. Нет. Такая открытка работает как вау-фактор. Вы отправляете себя курьером нужному руководителю или руководителю нужного отдела, он получает в руки что-то необычное, ему хочется кликнуть, он кликает, он смотрит, и когда мы сделали этот инструмент для отдела корпоративных продаж компании Роскэмс, они сказали, что эффективность порядка 75%. Люди, которые по телефону говорили, ребята, нам ничего не надо, ребята, отстаньте, у нас этот вопрос решен. В ответ на предложение, а давайте мы вам наши презентационные материалы отправим, ну ладно, ну отправляйте. Отправляли курьером презентационные материалы, как они говорили, 75% людей после получения такой открытки перезванивали обратно и говорили, вау, можно с вами познакомиться поближе. Если вам интересно будет, я после вебинара я включу это видео. Вообще-то это уже примерно последний слайд. Остались у нас только итоги. В итогах мы говорим о том, что чтобы работать, чтобы находить корпоративных клиентов и людей внутри нас, во-первых, вам нужно составить ранжированный список организаций и понять систему этого ранжирования. Во-вторых, у вас должна быть структурированная база данных, в которой вы будете сохранять информацию о своих клиентах. В-третьих, у вас должна быть своя собственная система поиска ЛПР через социальные сети, через самостоятельный поиск и через поиск через других знакомых. В-четвертых, вы должны выстроить свою рекомендательную систему, когда кто-то будет давать вам нужные контакты других людей и в-пятых, у вас должна быть своя система самопрезентации. Как вы начинаете разговор, как вы знакомитесь, чем вы делитесь, как вы представляетесь. И тогда будут у вас корпоративные клиенты, тогда будет вам с кем разговаривать. Если вам было полезно то, что я сегодня рассказал, я еще раз напомню про свою книгу «Цифровая трансформация бизнес-отношений». Это книга, которая отражает весь мой опыт по внедрению цифровых систем по работе с клиентами, с поставщиками, с сотрудниками, как это внедрить, как работать с интеграторами, как учить своих сотрудников, как преодолевать их сопротивление для того, чтобы все цифровые системы заработали на построении отношений «Цифровая трансформация Ну и последнее. Если вдруг не направили письмо с заявкой, тогда вы можете это сделать прямо сейчас и запросить эту презентацию и еще парочку подарков от меня. В общем, я сейчас готов ответить на ваши вопросы, если они у вас остались после нашего рассказа. Коллеги, Олег, Андрей, спасибо. Ждем вопросов коллег. Для того, чтобы задать вопросы, включаете у себя значок микрофона и задаете свои вопросы. вопросы, как говорил один из моих преподавателей, если вопросов нет или понятно все или непонятно ничего. В чат задали вопрос. Нужно подробнее о том, как представляться впервые на встрече. Вы знаете, во-первых, у вас должен быть своя лифтовая презентация. Как вы обозначаете самого себя и в ней всегда должно быть, чем вы интересны или чем вы полезны. Какую пользу вы приносите данному человеку или какую пользу вы приносите в бизнесе или в чем вы видите смысл своей работы. попробуйте в свое представление использовать формулу кругов Саймона Синека, который говорит, что начинать нужно с вопроса «почему?». В презентации ответьте быстро на три вопроса. Почему вы это делаете? Как вы это делаете? И что вы делаете? Это три вопроса Саймона Синека, но именно в такой последовательности. Почему вы делаете? Как вы делаете? И что вы делаете? Обычно люди начинают представляться с того, что они делают. Здравствуйте, я Андрей Пометун, я разрабатываю маркетинговые программы или я внедряю СРМ-системы. Нет. Попробуйте начать с того, почему вы это делаете. Сегодня мы сами встретились, потому что мы хотим делать что-то, потому что для нас важно, мы благодарим вас за встречу, потому что для нас важно что-то. Мы собираемся подойти к вашей работе вот таким образом и для вас готовы сделать вот это вот. в каждом конкретном случае вы подбираете свою собственную модель. У меня есть несколько вводных таких лифтовых презентаций для различных видов клиентов или для различного контекста общения. Еще вопросы, друзья? Сергей, Юлия? Хорошо, тогда думаю, если вопросы какие-либо появятся, мы их тогда, Андрей, пришлем. Мы запись вебинара ввели, как только соответственно все подготовим, ее почистим, подкрасим, мы ее всем вышли, тем, кто не смог участвовать онлайн, и были всех рады видеть на вебинаре и думаю, сегодня как раз передаю назад Андрею. Ну что ж, я желаю вам использовать то, что вы сегодня услышали, надеюсь, это было полезно и если у вас есть какие-то вопросы, да, я всегда готов ответить на них в почте или в социальных сетях. Найти меня легко, Андрей Пометун, обращайтесь, пишите. Рад быть полезным. Да, Андрей, спасибо. Всего хорошего, пока, внедряйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok